Два дня назад в Москве начала работа конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату. Достижение новой вызовы». Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов, выступая на пленарном заседании, подчеркнул, что нормативная база для улучшения предпринимательского климата в России, которая должна обеспечить максимально комфортные условия для ведения бизнеса, будет окончательно сформирована до конца 2015 года. Почему так долго и что надо сделать еще для того, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно в России? Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс». В студии работает Александр Вейкер. У нас в студии заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрий Князев. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Член Всероссийского объединения Клуб лидеров Ерлан Касенов. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте. И гендиректор «Формулы такси» Януш Пиндер. Здравствуйте, Януш. Добрый день. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. А есть ли у вас какие-либо идеи? Хотели бы вы начать свое дело? Мы готовы выслушать вас, уважаемые слушатели. Пожалуйста, звоните, высказывайтесь. Или задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Также вы можете написать нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Итак, давайте проанализируем сначала уходящий год. Каким он был для предпринимателей? Что происходило? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2012 годом? Дмитрий, что вы можете сказать по этому поводу? Как вы проанализируете ситуацию? Мы ежегодно проводим опросы предпринимателей. Мы вас, к сожалению, пока не слышим. Сейчас техники попытаются сделать микрофон вам, чтобы вы слышали. Давайте мы тогда попросим пока Ерлана. Ерлан, что вы могли бы сказать по этому поводу? Я хотел бы сказать, что предпринимательское сообщество на сегодняшний день активно включилось в такие программы, как мониторинг продвижения дорожных карт, национально-предпринимательские инициативы. На сегодняшний день мы видим такую парадоксальную ситуацию, о которой Шувалов говорил на конференции, ранее упомянутой «100 шагов к улучшению инвестиционного климата», которая проходила два дня. Так вот, парадоксальная ситуация заключалась в том, что по отчетам и по опубликованным данным Всемирного банка Doing Business, Россия поднялась существенно и со 112 места до 92 вошла в 100 лучших стран по климату. Вы знаете, это позитив, который воспринимается предпринимательским сообществом, как некий тренд к тому, что инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность России растет. Однако, тем не менее, сталкиваемся с проблемами, я-то как представитель бизнес-сообщества в данном случае транслирую, то, что многие предприниматели достаточно неактивно еще участвуют в том, чтобы эти плоды улучшения инвестиционного климата ощущать на себе. А что значит не участвуют? Что имеется в виду? Многие не знают. Некоторые, например, достаточно скептически относятся к тому, что мы слышим в средствах массовой информации, по радио, потому что действительно по телевидению внешне выглядит так, что ситуация очень благоприятная. Но, тем не менее, каждый по окружению, каждый из бизнесменов общается в своем кругу и понимает, что проблем очень много и ситуация не улучшается. Это я говорю сейчас о мнении региона. Я, например, из Санкт-Петербурга, поэтому у нас особая ситуация, связанная с деятельностью. Ну, как и у каждого региона, есть своя особая ситуация. Дмитрий, все-таки мы подчинили вам микрофон. Спасибо. Как вы оцените ситуацию с предпринимательскими сообществами? Я рад присоединиться к нашему сообществу. Мне интересно это обсуждение. И прежде всего тем, что у меня опыт предпринимательской деятельности значительно больше, чем опыт работы на госслужбе. Я являюсь представителем проездом Москвы чуть менее двух лет. Свой первый бизнес я открыл в 92-м и почти 15, почти 20, на самом деле, лет занимался предпринимательством. И, в общем-то, самые приятные впечатления от того, что я делал. Что ж так ушли в госслужбы, если так было все хорошо? Меня пригласили. Я не могу сказать, что я... Тогда скажите хотя бы в какой сфере вы работали. Я стремился в бизнес-консалтинг, и поэтому все, что связано с созданием бизнеса в Москве, я, ну, по крайней мере, с 94-го года... То есть, знаете, не понаслышке, как говорится. Поэтому здесь есть несколько моментов, на которые в своей работе мы обращаем внимание уже с позицией реализации городских программ. Вот о чем сейчас совершенно Ирлан точно сказал, это вопрос некого недоверия, да, и вот этой оценки того, что происходит. Прежде всего, мы пытаемся в этой ситуации преодолеть это недоверие, но я прекрасно понимаю, что это не будет зависеть от того, сколько раз по радио или по телевидению мы скажем, что все хорошо. Это зависит от того, насколько успешны будут наши совместные проекты. И последние два года в части реализации городских программ поддержки бизнеса мы продвинулись в этой части достаточно хорошо, потому что даже такие деликатные проблемы, это представление финансовой поддержки, это не самое существенное для нас направление, но это такая лакмусовая бумажка, на которой проверяются вот это вот взаимоотношения бизнеса и власти. Вот в этой части, по крайней мере, нам за два года удалось достичь значительных шагов, потому что сегодня и вопросы предоставления финансовой помощи, и сама процедура стали, ну и просто не то, что прозрачные, они стали общедоступными. Сегодня весь процесс можно наблюдать в интернете, как принимаются решения и какие предприятия получают поддержку. Если говорить о количестве этих предприятий, ну в этом году мы поддержали 850 проектов предпринимательских по линии малого и среднего предпринимательства. И в данной ситуации, я привожу данный пример не для того, чтобы мы ограничились поддержкой этих 850, я хочу показать, что в рамках даже такой деликатной темы, как бюджетные средства, мы разработали инструменты, которые позволяют предпринимателю видеть вот это взаимоотношение бизнеса и власти, как принимаются решения поддержки нового предприятия. В то же время другие проекты, которые есть и которые построены на тех же самых принципах, также предполагают открытую позицию. То, что у бизнеса существуют проблемы, ну вы знаете, мне почему-то кажется, что это нормально. Потому что, ну как-то вот сложно себе представить, вот бизнес без проблем. Источником проблем могут быть разные, могут быть конкуренты, это источник проблем, безусловно. Да, но одна из... Сейчас, сейчас, прошу прощения. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим о вопросах, которые связаны с ведением бизнеса в городе, в Москве, мне кажется, очень точно нужно позиционировать проблему. Приведу непростой пример. Вот часто к нам предприниматели обращаются, не только к нам, это и проблема в СМИ, но, например, с проблемой помещений. В городе невозможно найти помещение. Я бы здесь, как бывший предприниматель, все-таки сказал, фразу бы застроил до конца. Я не могу в городе найти помещение за те деньги, которые у меня есть. Ну, помещение в городе-то есть. И мы видим объявление огромное количество сдачи помещения в аренду. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, сказал, как говорится, бизнес. Я не могу найти персонал. О недостатке квалификации персонала говорят многие, особенно менеджмент следнего звена. И здесь тоже, я как предприниматель, понимаю, что надо формулировать фразу так. Я не могу найти персонал за те деньги, которые могу себе позволить. И в этой ситуации возникает очень... Почему я об этом обращаю внимание? Это зависит... Это предприятие то, что мы делаем дальше. Если, мы говорим, у нас нет помещений, либо мы их должны строить, если их физически нет. Но если мы понимаем, что они есть, но вопрос, то, что у нас город дорогой, он просто, он объективно дорогой, и, соответственно, нужны какие-то механизмы, которые делают помещения доступными, значит, нужно говорить не о строительстве, а о том, как строить, реализовать свой бизнес в таком сложном, насыщенном, очень конкурентном и дорогом городе, как Москва. И в этой ситуации мы, как департамент, должны не ратовать, наверное, все-таки за льготные помещения. У меня есть несколько примеров, если у нас будет время, я приведу их в ситуацию. Да, я думаю, что уже после выпуска новостей, который сейчас будет буквально через 15 секунд, я напомню, что вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей программе по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Мы продолжим после новостей. Улучшился ли предпринимательский климат в России в этом году? Вот вопрос, на который мы пытаемся ответить сегодня в нашей программе. Я напомню, что в студии заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрий Князев, член Всероссийского объединения клуб лидеров Ярлан Косенов и гендиректор формулы такси Януш Пинтер. Вы, уважаемые слушатели, также можете позвонить по телефону 65 10 99 6, код города 495, задать свой вопрос, который вас волнует. Если вы являетесь предпринимателем, пожалуйста, участвуйте в дискуссии, либо ответьте просто на обычный, простой вопрос. Допустим, у вас есть идеи, и хотели бы вы вообще начать свое дело в нынешней ситуации, которая сложилась в стране и в городе Москве, в частности. Или пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Мы не выслушали еще оценку ситуации Януша. Януш, как бы вы оценили уходящий год для предпринимателей? Ну, поскольку я представляю рынок сегмента услуг такси, то я бы хотел сказать о том, что было сделано для того, чтобы данный рынок развивался, развивался в легальном направлении, прежде всего. Здесь хотелось бы отметить, что ряд решений принципиальных для нашего сегмента были сделаны. Правительство, за что расскажу большое спасибо. Прежде всего, нас выпустили на линии общественного транспорта. Ну, при соблюдении ряда условий, это желтые номера, желтые автомобили. Безусловно, мы стали видны для наших клиентов, потенциальных клиентов, для пассажиров. Это и безопасность, что немаловажно в данном случае. И для клиентов мы стали интересны тем, что мы быстрее подаем автомобиль и быстрее довозим их в точку назначения. И это было позволено нам, то, что мы соблюли условия, что называется. Это, конечно, положительный плюс. Также для того, чтобы мы могли развиваться, да, есть несколько степеней развития компании. И одну из них мы использовали, ну, там, в части компании «Формулы такси». Мы получили сертификат по международной системе ISO 9008. Ну, это вы единственные, насколько мне известно, получили. Да, ну, к сожалению, при подготовке и прохождении данного сертификата нам не было возможности опираться на опыт уже имеющийся, потому что его нет, да, в России, в Европе уж точно. И это позволило нам вывести услугу предоставления такси на новый уровень. То есть, по большому счету, городские власти создали некие условия, в которых вам сейчас уже более-менее комфортно работать. Вы абсолютно правы. Но, насколько мне известно, конкуренция сейчас на этом рынке не очень велика в этих условиях. Это так? Ну, вот этот ряд решений и предложений, и законодательных норм от законодательства, да, простите за тавтологию, позволило выйти в сегменте рынка услуга такси, ну, там, в легальный бизнес. Это индивидуально предпринимателям купить автомобиль и покрасить их в желтый цвет и выезжать, да, там, абсолютно легально зарабатывать. То есть, не увести в тень. А наоборот, это помогло. Нет, я понимаю, но вот сейчас ваша компания в том виде, в котором она существует, это она одна. Она не может закрыть весь рынок московский. Конкуренции практически как таковой нет. Да, насколько я понимаю. Нет, Дмитрий? Это всего лишь вопрос времени. Да, я понимаю, но нет конкуренции, нет развития. Вот это, мне кажется... Почему? Мне кажется, мы трое предпринимателей, наверное, все-таки возразили бы в этой ситуации, всегда спину дышит конкурент. И я полагаю, что в сфере такси ровно такая же ситуация. Кто-то вырвался вперед и получил это разрешение и право, соблюдя все необходимые требования и условия, сегодня получил некоторые преимущества. Но оно будет сугубо временное. И бизнес абсолютно работает именно так. То есть там, где постоянно повышается, создаются благоприятные условия, деньги и люди идут туда. Хорошо. И завтра нужно будет конкурировать для того, чтобы оторваться от тех, кто сегодня, кто... После завтра конкурирует, чтобы оторваться от тех, кто завтра догонит. Простите, да, позвольте мне немножко откорректировать вектор нашего разговора. В связи с тем, что я был просто на этой конференции и внимательно там слушал конкретные тематики, которые беспокоят не бизнес на каком-то региональном уровне, а на федеральном уровне в принципе. Это вопросы таможенного регулирования, вопросы налогового администрирования, вопросы судебной защиты предпринимателей, третейских судов, вопросы связанные вообще в принципе с благоприятным инвестиционным климатом. А это все еще... Да, то есть будет благоприятный инвестиционный климат или нет? Если будут соблюдены все правила, о которых вы говорите. Вы знаете, двигаться нужно в разных направлениях и делать шаги. Дорогу осилить кто-то, кто сделал этого первого человека. Меня смущает только название «100 шагов». Слишком много шагов нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. Вы знаете, а вот вы видели дорожные карты национальной предпринимательской инициации? Нет, конечно. Вот 10 карт уже утверждены правительством Российской Федерации. Я знаю, что очень много... Там совершенно конкретно, вот я могу сказать, что 277 конкретных пунктов указано, да, суммарно по этим 10 дорожным картам. Три дорожные карты сейчас еще в разработке. И, знаете, в каждой из карт, это, по сути, план мероприятий, где по пунктам указано, какому из органов исполнительной власти поручается определенное действие, да, и в какой срок, и достижение определенного результата. Результатом может быть, а, это сокращение количества документов, необходимых для урегулирования процедуры, сокращение срока, причем совершенно конкретный, например, там, со 100 дней до 30 дней, к такому-то сроку. И, вы знаете, самым важным моментом является не обозначение этого плана и утверждение его на уровне правительства, а его исполнение. И, причем, не просто исполнение формальное, а достаточно качественное исполнение. Потому что огромное количество появляется таких мелких указаний в этой дорожной карте. Причем каждое ведомство пытается внести какую-то свою коррективу. Вы знаете, там совершенно четко конкретное ведомство. И речь идет не о коррективе. И федеральное темнопольное ведомство тоже, как бы... Безусловно, вы знаете, в состав рабочей группы по разработке дорожной карты входят как представители и бизнеса, как представители организаций монополистов, так и представители органов государственной власти. И именно результатом работы этой рабочей группы является эта дорожная карта. И важным моментом для бизнеса, прежде всего, да, не для чиновников, которые просто галочку поставят, что да, прошли, да, исполнили. Для бизнеса важно, чтобы это действительно работало. И поэтому очень важная роль, на мой взгляд, у нас, как клуба лидеров, например, людей, которые непосредственно работают с этим продуктом, понимать, насколько это можно в жизни воплотить. Давайте мы послушаем Александра, который довольно-таки давно ждет нас. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте, очень с большим интересом слушаю вашу дискурсию. Мне 44 года, у меня два высших образования, у меня большой опыт. Предпринимательская работа была в 90-е годы, а сейчас я больший частный инвестор. И когда вот собираемся сказать с друзьями, всех из которых начинали бизнес именно в 90-е, то мы совсем не обсуждаем сегодня начинать бизнес России именно производственный. Почему? Вот с большим интересом, я ознакомился с этим планом Doing Business, который был опубликован на сайте Минэкономразвития, по-моему, даже уже год назад. А там достаточно пошагово было расписано, что нужно сокращать время по регистрации предприятий, снижать налоговую нагрузку. Вот у нас появился так называемый омбудсмен по делам предпринимательства. Но когда мы начинаем смотреть о том, что происходит с людьми, которые уже занимаются бизнесом сегодня, то на память вот приходит совершенно ситуация, которая была описана в гениальной книге Айн Рэнд «Атланты от правил плечи». Я надеюсь, что участники дискуссии ее читали. Знакома она вот уже 10 лет как доступна на русском языке. Ситуацию сегодня в бизнесе мы видим, как силовики, что сейчас называют силовиками, отжимают бизнес-принимателей. Ситуация, которая сейчас скадывается вокруг апорта Домодедова, сейчас немножко притихла, но год назад еще об этом очень активно писали. Тем же это очевидно, что происходит, когда проводят встречания и пытаются человек просто отобрать этот прибыльный и нехороший интересный бизнес. Но это только то, что попало в газеты, потому что, видимо, у владельцев Домодедова достаточно средств, чтобы печататься и давать свое видение в прессе. А, друзья, вот мои вокруг знакомых, моих знакомых, масса людей, которые занимаются производством и платят налогов, вот это не шутка, более 100% от выручки. Это звучит дико, но это на самом деле так. А как же они выживают тогда? А выживают исключительно за счет, опять же, возврата к серым зарплатам в конвертах. Хотя, конечно же, сейчас подоходный налог в 13% вроде невелик, но если мы посчитаем, сколько нужно заплатить всего предприятию, чтобы выплатить работнику, то получается 48%. Вы имеете в виду страховые все взносы, которые были повышены? Да, конечно же, конечно, очень большое количество, очень большая социальная нагрузка в бизнесе. При этом гимонизируется образ бизнесмена. Наверное, чуть больше гимонизируется образ чиновника, но образ бизнесмена гимонизирован совершенно. Об этом всем Айн Рескл и писала, и, знаете, это все сейчас читать, хотя книга была написана 50 лет назад. Ну, понятно, спасибо, Александр. События сегодня ровно то, что там мы посчитали. Да, да, спасибо, пожалуйста, спасибо за то, что вы позвонили нам. 65 1099 в Шейске в городе 495. Звоните, задавайте свои вопросы, либо комментируйте ту ситуацию, которая сложилась в предпринимательском сообществе. Пожалуйста, Ерлан. Позволите, да. Александр, наш слушатель, большое спасибо, действительно, за такой подробный комментарий. И, действительно, то, о чем я хотел бы тоже сказать... А давайте вы об этом скажете сразу после новостей на Афином.фм. Хорошо? Хорошо, спасибо. Спасибо. 65 1099 в Шейске. 65 1099 в Шейске от города 495. Сегодня мы говорим о судьбе предпринимателей в России и в Москве в частности. У нас в студии заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрий Князев, членов российского объединения клуб лидеров Ерлан Косенов и гендиректор формулы такси Януш Апинтер. Ну, Александр, который к нам дозвонился и высказался довольно-таки емко, да, насколько я понимаю. Но есть некие замечания у Ерлана, да? Да, вы знаете, я просто... Это даже не замечание, а... Но вы его поблагодарили. Я поблагодарил за то, что он затронул очень важную тематику, потому что я практикующий юрист, адвокат, и по роду своей деятельности общаюсь с бизнесменами не только на какие-то неформальных ситуациях, например, разрешение споров и так далее, но еще и в личной жизни, достаточно тесно, и понимаю некие чаяния и заботы. Очень правильно Александр сказал, что очень беспокоит бизнес, беспредел правоохранительных органов. Я бы даже сказал, что это некая проблема с коррупцией в стране, потому что... Некая проблема, по-моему, есть проблема. Ее ставят на самом высоком уровне. Нет, я не говорю, что некая проблема с коррупцией. Я бы связывал вот произвол правоохранительных органов, безусловно, да, как раз именно с коррупцией. Потому что у меня вот и на сегодняшний день есть несколько совершенно конкретных примеров, когда по заказным уголовным делам душится бизнес настолько, что локальный какой-то маломальский значимый корпоративный конфликт может вырасти просто в остановку бизнеса и потери рабочих мест сотен и тысяч людей. И вот эта ситуация, плюс коррупция в судебной системе, в арбитражных судах, плюс последние события, связанные с отзывом лицензий совершенно там конкретных банков, которые входят там в топ-100. Один из моих друзей потерял несколько сот миллионов рублей. Но это проблема... И выразил свою разочарованность. Я все, я увожу бизнес из России. Это очень талантливый предприниматель. И таких много. И вот эта ситуация, это вторая сторона медали бизнес-климата. Потому что со стороны федеральных органов власти, да, проделываются определенные шаги, создаются документы. Мы проводим мониторинг исполнения. То есть стараемся всяческим образом этот климат, этот имидж России, инвестиционный имидж России улучшить. Улучшить, да. И есть те стороны, которые не просто препятствуют, в сети, там, условно говоря, там, пять шагов вперед, эффект от этого снижается до отрицательного уровня. Коллеги, мне кажется, что будет не совсем правильно, если мы, ну, в кое-раз переговорим то, что наши слушатели уже знают. Тогда скажите, что делается, да, в этом направлении, чтобы исправить ситуацию. Вопрос оценки ситуации, он все-таки должен происходить, ну, достаточно объективно. История первого банка, который был закрыт, и, скажем так, квалификация этого банка, людям, которые занимались бизнесом, достаточно хорошо была известна. И условные там риски и услуги, которые оказывал этот банк, ну, поверьте, уже тайной даже для никого не было. Поэтому человек, который имеет сотни миллионов рублей или долларов, извините, я не мог это точно расслышать, наверняка такой информацией обладал, или, по крайней мере, мог позаботиться о том, понять, кому он свои кровные деньги доверяет. Это не маленький банк, у которого пять клиентов, и которые в курсе всего. И не нужно усреднять. Я сейчас говорю о совершенно легальных белых деньгах, которые были у бизнесмена. Я его конкретно знаю, могу назвать даже. Я ни слова не обманывался о том, что проблемы были у бизнесмена. Я говорю, были у того банка, которому он доверил свои деньги. И не только один. Я говорю о том, что этот банк в топ-100 входит. И, вы знаете, и объем его капитала такой... Тут, насколько я понимаю, проблема в большей степени... Это не делает этот банк. Ну, давайте сейчас... Да, я, насколько понимаю, здесь проблема... Мы имеем факт того, что сейчас это повлияло на инвестиционный период. Как бы мы этого не хотели, какие бы причины не были, что бы банк делал или не делал. Факт остается фактом. И тут искать виноватого тоже бессмысленно. Потому что система такова, что человек теряет свои деньги. Он не получит деньги по СВ. Правильно? Получают только физики. А юрлицы не смогут вернуть эти деньги. То есть все, он прогорел. И таких много. И нам буквально... Мне два-три назад звонили по этому поводу. Очень многие разъяренные предприниматели, которые рассказывали про то, что они потеряли свои деньги. А результат такой, что активная часть населения уезжает и выводит бизнес из России. Про активную часть населения, про все... Да, это было уже сказано. Просто давайте вот сейчас воспользуемся этим эфиром, сказать, вот смотрите, был такой кейс, да, очень неприятный. Банк — это не предрешенное судьбой партнерство. Это твой партнер, который ты выбираешь сам. Как ты выбираешь поставщика, подрядчика. Банк — это партнер. Поэтому не богом он дан. Поэтому было бы здорово, рассмотрев эту ситуацию, выбирать тот банк, который будет у вас вызывать больше доверия. Выясните информацию о своем партнере. Выясните о том происхождении его денег. Выясните. И тогда у вас уменьшайте свои риски. Ведите себя как грамотный предприниматель. Поэтому сейчас следует... Вот я дал деньги банку, а он оказался сомнительным банком. Ну... Он не один такой. Вот в чем вопрос. И еще. Вот если мы будем говорить сейчас не только о банках, да, проблемы, которые поднимал Александр и Ирлан, они многогранные. Вот Москва что, не сталкивается с этими проблемами? Конечно же, Москва сталкивается с этими проблемами. Только давайте вот нас сейчас слушают 400 тысяч действующих московских предпринимателей. И есть такая... На заре, когда я начал заниматься предпринимательством, один редактор делового издания, я слышал его фразу, сказал замечательную вещь. Вот то, что сказал министр... Это было в старые 90-е годы, но мне кажется, имеет право на существование сегодня. Что, что сказал министр внутренних дел, может быть, будет, может быть, нет. А вот то, что сказал участковый, будет наверняка. И мне кажется, на сегодняшний день было бы здорово, если мы обсуждали и рассматривали... Москва все-таки хороший пример для этого. Те примеры, которые и положительные, и отрицательные, которые реально сказываются на бизнес. И в этой ситуации, почему у людей формируется недоверие к тем или иным проектам? Они не видят связи своей ситуации, изменяющейся или не изменяющейся напротив ситуации, с теми декларациями или с теми шагами, которые делаются на уровне федерации. Поэтому нам очень важно, чтобы в каждом субъекте федерации, а для нас, живущих в Москве, важно, чтобы в Москве это находило свое отражение. К примеру, о подключении. Я могу сказать, что правительство Москвы не только активно участвовало в том, что изменилась процедура подключения, об этом знают, но сегодняшний день, вот последнее заседание штаба по защите прав и законных интересов предпринимательства, оно проходило на прошлой неделе, оно было как раз посвящено тому, что разбирались, как на сегодняшний день в Москве реально происходят эти процедуры, и было дано поручение на тестовых предприятиях, они присутствовали на этом штабе, провести мониторинг, действительно те сроки выполняются, которые были заявлены в новой программе или нет. Поэтому правильно, что это интересует, это именно мониторинг изменения ситуации, как бизнес, и они это делают через общественные организации, профессиональные объединения, но это интересует, безусловно, и администрации, в том числе и московской. Поэтому, безусловно, мало продекларировать ту или иную норму, нужно обеспечить ее реализацию механизмами, а потом еще и посмотреть, а действительно эти механизмы запущены и работают так, как мы этого хотели. В Москве есть проблема с отжимом бизнеса? Про отжим бизнеса, я думаю, что любой произвол, который существует, он всегда делается бизнесом в интересах бизнеса. Вот поверьте точно, не существует такого, что вечерами чиновники Москвы или Санкт-Петербурга собираются вечерами и думают, как бы нам еще погнобить этот самый бизнес. Если мы говорим о каких-то заказных вещах, сколько раз приходилось с этим сталкиваться? Рейтерски всегда за этим стоял какой-то другой конкурентный бизнес. Никто не занимается вмешательством в чужой бизнес, только из любви к чистому абстрактному искусству. За этим всегда стоят чьи-то интересы. Это очень, как правило, именно орудием в данном случае является власть. И это, кстати, большая слабость власти. Она не может себе позволять участвовать в подобном роде мероприятиях. Я полагаю, что именно такие ситуации имелись в виду, когда мы говорим об отжиме бизнеса. Поэтому у нас есть функции антирейдерского штаба, который существовал в Москве, пересли в штаб в защите прав и законных интересах предпринимателей сегодняшний день. И именно этим, в том числе, этим вопросом занимается наш штаб. Януш, ну а вы сталкивались с проблемами? Ну, если говорить о конкурентах или, как мы называем их, партнеров бизнесов в Москве, то создан комитет транспорта и развития такси в Московской торговой промышленной палаты, на площадках Московской торговой промышленной палаты мы встречаемся и с участниками бизнеса такси, и с теми маститыми компаниями, которые имеют и собственный парк, и работают легально, и им есть что предложить на рынке, и клиентам в том числе. И тут также следует отметить, что участвуют и представители власти, и департамент транспорта, и других областей, и также совместно решаются вопросы и сложности, которые возникают. То есть вы конкретно не сталкивались? На вас пока не наезжали? Нет. Дмитрий, вы хотели поговорить по поводу льготной аренды. Я бы хотел понять, на сегодняшний день, вот та система льготной аренды, которая существует в Москве, насколько она оправдывает себя? Она может себя оправдывать, ну, говорить о том, что она себя оправдывает, вполне в отношении к определенной части предприятий. Ну, несколько слов истории, откуда у нас вообще в Москве существует льготная аренда, и в каком объеме она представляется. Сегодня правой на льготную аренду пользуются те предприятия, это закон федеральный, не московский, он ограничивает возможности Москвы в этом плане, только те предприятия, которые заключили свои арендные договоры с московским правительством до введения системы аукционов. То есть это те предприятия, которые успели заключить свои договоры, там, 6 лет назад и далее. Вот на сегодняшний день, это 7,5 тысяч предприятий из 400 действующих в Москве. Вот только 7,5 тысяч имеют льготы на сегодняшний день по аренде. Эта льгота известна 3,5 тысячи рублей, И сейчас эта льгота пролонгирована. Вот под конец года мы принимали обращение предприятий, наш департамент по ремесленным и по промышленным, наши коллеги, соответственно, по медицине, по общественному питанию, по культуре. Те предприятия, которые получат право на льготную аренду на будущий год. Новичок не получит уже, да? Это федеральное ограничение, которое ни одного новичка не появилось на сегодняшний день за последние 6 лет. Потому что закон требует, чтобы все имущество передавалось в аренду исключительно на основе аукционов, торговых процедур. И условия заключения договора должны быть те, которые были получены в ходе этого аукциона. То есть нельзя доторговаться до одной стоимости, а потом получить льготную аренду. Это противоречит самой логике аукционной аукционов. Поэтому сегодняшний день в зоне внимания это вот эти 7,5 тысяч предприятий. Сейчас для значительной части из них, те, которые подтвердили, что их деятельность является социально значимой, тут я уже перечислил там медицина, здравоохранение, образование, для них эта льгота продолжена. Те же предприятия, которые получили свои, и мы на все свои предприятия, наших подопечных мы выезжали. Там, где мы не видели реального производства, а это уже было использовано помещение как склад, мы вынуждены были констатировать, что городская поддержка не нужна. Но вы собираетесь пересматривать или предлагать федералам пересмотреть этот закон для того, чтобы и новички тоже участвовали в этой программе? Я думаю, что все-таки для новичков должны создаваться и длинные инструменты. Если мы говорим о таких бизнесах стартаповских, то это либо каворгинг-центры, либо бизнес-инкубаторы, либо технопарки. То есть те помещения, которые изначально предназначены для роста, а не те помещения, которые где-то разбросаны по городу, и вот в них такие, вы знаете, тепличные условия создаются для начинающих предпринимателей. Все-таки процесс развития должен идти по какой-то логике. Если коротко, сколько в Москве сейчас бизнес-инкубаторов? В сегодняшний день в Москве около десятка бизнес-инкубаторов. Из них те, которые созданы с участием на бюджетные деньги, их два. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут, сразу после новостей на Афинам.фм. Звоните по телефону 65 10 99 6, код города 400. Мы сегодня говорим о предпринимательском климате в России, в Москве в частности. Напомню, что у нас в студии заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики и предпринимательства Москвы Дмитрий Князев. Член Всероссийского объединения, клуб лидеров Эрлан Косенов и гендиректор формулы такси Януш Пинтер. Дмитрий, вы не договорили, по-моему, да? В предыдущей части. Нет, спасибо. Или мы продолжим дальше, да? Хорошо. 65 10 99 6, код города 495. Вы, уважаемые слушатели, можете позвонить, задать те вопросы, которые вас интересуют, особенно если вы работаете в сфере предпринимательства. Либо ответьте просто на наш вопрос. Хотели бы вы начать свое дело сейчас, в данный момент времени или нет? И поясните, почему. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Я бы хотел понять, вот сегодняшняя ситуация, которая сложилась в Москве в частности, и если человек захотел бы открыть свой бизнес, ему необходимо это помещение. Почему я вас спросил, Дмитрий, по поводу льготной аренды? Потому что на самом деле она доступна ограниченному количеству человек, что вы и в предприятии, да? Что вы и подтвердили, потому что существует федеральный закон. Но получается, что дверь для новичков вообще закрыта. Совершенно. Вот абсолютно подход должен быть другой. Извините, что я перебиваю, потому что тема действительно, она кажется принципиальной в данной ситуации. Мы должны, на мой взгляд, не создавать вот этот оазис для тех с половиной тысяч предприятий. Потому что среди них есть, например, медицинские центры, а рядом находятся такие же медицинские центры, но которые не имеют льготной аренды. И в этой ситуации мы со всеми основаниями можем говорить о неравенстве условий в ведении бизнеса. Поэтому, на мой взгляд, мы должны, по крайней мере, задача нашего департамента, этим предпринимателям помочь стать конкурентоспособными. Я вам приведу пример, когда мы в Зеленограде, обсуждая эту проблему снижения льгот, один из предпринимателей встал и сказал, реальная картина при прессе, при большом собрании коллег-предпринимателей, которые были озабочены этой проблемой. Я 8 лет на рынке, я закроюсь, если вы меня лишите льготной аренды. В ходе нашего общего обсуждения, это заняло 3 минуты, выясняется, он занимается 6 лет помещения арендует на льготе, занимается строительством, арендует 60 квадратных метров, и у него в пересчете на месяц получается увеличение арендных платежей 24 тысячи рублей. 24 тысячи рублей. Вот если мы не поможем этому предпринимателю заработать 24 тысячи рублей, и он говорит, что при таком ситуации я закроюсь, будучи участником рынка, ну, не строительного, а ремонта квартиры, он занимался. Что значит, вы поможете ему заработать? Это значит, что мы поможем ему найти такие компетенции, предложим ему такие программы образования, предложим ему, по крайней мере, сформулировать. Дадите госзаказ на льготных условиях. Абсолютно, без всякой иронии, прям хватаюсь за ваши предложения, у нас создан центр госзаказа, задача которого обучать предпринимателей участию в этом госзаказе при нашем бюджетном учреждении, все бесплатные процедуры, бесплатные услуги, и помогать им разбираться с фасом или готовить обращение фаса, если они чувствуют, что их права нарушены. В том числе и стать его полноправным участником рынка госзаказа. И в этой ситуации я уже как госзаказчик могу сказать, что я стрелкиваюсь, ну, формат этой передачи будет отдельной передачей, расскажу, но с такими казусами и ляпами, которые госзаказчики, участники этого процесса допускают, причем вне зависимости от масштаба компаний. Бывает очень удивительно, ведь крупные компании допускают совершенно незнание элементарных норм закона, что не позволяет им участвовать, или там они проигрывают из-за этого конкурса. Поэтому мы должны дать предпринимателю компетенции, которые будут способствовать его развитию. Но это все слова. Извините, пожалуйста, я вынужден не согласиться с позицией Дмитрия, если вы позволите, я скажу. Буквально два слова, но что нас ждет очень давно слушатель. Потому что эффективный чиновник должен мыслить так же, как и предприниматель, и не подходить к предпринимателю. Я не знаю конкретно случай, о котором вы сказали, но предпринимателю не нужно смотреть со всех сторон, вот как вы сказали, да, у него есть более доходный бизнес, либо еще какой. Каждый предприниматель даже занимается несколькими бизнесами, да, он оценивает эффективность каждого из направлений отдельно. У каждого из направлений бизнеса есть своя стоимость, своя эффективность, свои экономические показатели. И если чиновник будет говорить о том, что, а у тебя есть более другой доходный бизнес, и ты собираешься здесь, я против льгот в принципе. Я считаю, что льготы могут быть только лишь социально ориентированным бизнесом, очень специфичным. Причем оценка должна быть очень избирательной. Которого практически у нас нет. Социального бизнеса у нас практически нет. Нет, нет, но к этому мы стремимся. Мы сейчас говорим о том, что отдать монополию, там, допустим, связанную с дошкольным образованием, с государственных, на частные, то есть позволить частным компаниям участвовать и быть финансируемыми из бюджета в той же части, которая финансируется. Мы продолжим эту дискуссию сразу после того, как выслушаем Дмитрия, который к нам присутствует. Дмитрий. Да, доброго дня. Да, здравствуйте. Так, с вашего позволения, все-таки хотел сказать одно. Сейчас по поводу тендеров. Ваш гость говорил, значит, у меня тоже строительная компания, и вот, простите, но с этими электронными тендерами там коррупция цветет и пахнет. Вот недалее, как две недели назад, один государственный заказчик сказал, 10% контракт твой. Что я делаю, как я делаю, это не твои проблемы. Вот, ей-богу, честное слово. Вот, поэтому то, что если это панацея церебет, ну, не смешите мои тапочки. Вот, второе. Я предприниматель уже более 10 лет, вот, у меня несколько бизнесов. Вот, честно сказать, сейчас бы, сейчас бы, вот, имея опыт, ни за что бы никуда не пошел. Если бы мне сейчас сказали, дорогой наш, иди в какую-нибудь госкомпанию, ну, любую, да, то есть менеджеры там ни за что не отвечают, ни за что, но получают денег больше, чем я, имея несколько бизнесов. Понимаете? Вот. Спасибо, Дмитрий. А зачем? А зачем вот это все мне, вот этот циркус? Просто. Понятно. Спасибо, Дмитрий, за то, что позвонили. Дмитрий, действительно. 651099,6, код города 495. Действительно парадокс соответствует, да, названию передачи. Да, мы подбираем тему. И последнее исследование то, что, действительно, за последний год зарплаты топ-менеджеров в госкомпаниях выросли, там, 20 с лишним процентов, а в частных компаниях, в некоторых, даже снизилось до 10. Да, это правда. Парадокс? Да. Дмитрий, вы на мою реплику, что социальный бизнес не присутствует или присутствует в малом количестве сегодня в стране, вы сказали, что это заблуждение. Почему? Ну, я могу говорить про Москву, прежде всего, потому что необходимость и актуальность, и, соответственно, существование любого бизнеса определяется наличием спроса и потребностей некоторой. Вот Москва — это огромное количество людей, у них масса проблем, в том числе проблем достаточно острых. Это может касаться и вопроса, там, дошкольного образования, что сейчас было затронуто. Огромный пласт проблем, касающихся создания благоприятных или комфортных условий для инвалидов. Для детей с ограниченной возможностью их развития и адаптации. Для работы с пенсионерами Москва становится все больше и больше гордым пенсионером. Так вот, ну и можно продолжать, я не хочу сказать, что перечень исчерпан. Так вот, на сегодняшний день огромное количество людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, они остерегаются использовать слово «бизнес», для них это как-то, видимо, эмоционально окрашено, но занимаются предпринимательской деятельностью, оказывая услуги и реализуя проекты в этой сфере. Поэтому таких примеров много. Мы на сегодняшний день... Я согласен, что косвенно, да, существует социальный... косвенно, то есть... А что такое косвенно или не косвенно? Вот он есть, вот предприниматель, и он приходит к нам, дама, сама инвалид. Вот к нам, именно на финансовую комиссию, которую, я уже сказал, там, мы... Для меня это такая очень картина, яркая картина жизни. Она сама инвалид, и она... у неё бизнес по патронажные сёстры, которые ухаживают за людьми, ну, уже, скажем так, завершающие свой земной путь. Это крайне тяжёлая, крайне сложная тема. Это люди... и вот у неё этот бизнес. Это бизнес, но это такой тяжелейший труд и такая деликатнейшая тема, что тут надо, конечно, быть очень большим. Поэтому я привел один пример, но их действительно много. Поэтому говорить о том, что он как-то существует абстрактно, он реальный. Потому что есть реальные проблемы, которые нужно реально решать. Да, нужно ещё ответить Дмитрию по поводу вот этих электронных аукционов. Как вы отреагируете? Ну, я считаю, что далеко не все проблемы по самим процедурам решены, по конкурсным процедурам. Всё время там поступают те или иные сигналы о том, что есть некоторые нарушения. У меня прямое обращение к Дмитрию обратиться в наш штаб по защите прав и интересов предпринимателей. Мы с таким примером могли разобраться, что, к сожалению, мы сталкиваемся. Вот такие вот разговоры частые, но нельзя проблему решить, если мы не будем вытаскивать конкретных людей из их... Понятно. Ирлан, последнее ваше слово в заключении по поводу того, что происходит сейчас. И в заключении, какой бы вы вывод из всего сделали? Вы знаете, я оптимист по натуре и более того, занимаюсь... А предприниматели не все оптимисты и борцы, по большому счёту. Вы знаете, меня сложно назвать именно предпринимателем, да, потому что я оказываю юридическую помощь людям. Но я занимаюсь вот этой деятельностью в клубе лидеров, в агентстве стратегических инициатив совершенно бесплатно. Это моя общественная работа. То есть это моя внутренняя потребность. Потому что мне не безразлично, в какой стране будут жить трое моих детей. Вот. И если таким же образом будут предприниматели относиться не к тому, чтобы готовить площадку для себя и для своей семьи за рубежом, да, а хоть что-то делать. Для страны. Для страны. Или для города. Да, здесь там совершенно популярная, лучше маленькую свечу зажечь, чем проклинать темноту. Господа, с наступающим вас в Новом году. Спасибо, что пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи.